Страница 59. Ходите в храм, ходите к Богу. Славику Крашенинникову, тому, кто жизнь за нас отдал, Чей путь был ярок, но не долог, О ком народ давно сказал, Мал золотник, да дорог. Отрок дивный, отрок светлый, Нам подарен всем от Бога. Маловерным, слабым, грешным Всем лежит к нему дорога. Он любовью раны лечит И молитвою своею в сердце боль берет. Как свечка, сам сгорает, нас жалея, И, желая всем спасения, людям Бога открывает. Через смерть и воскресенье Нас сама любовь встречает. 11 и 12 июня 2007 года Раба Божья Раиса Крюкова, город Москва. Славочка очень любил молитву. Он часами мог молиться Господу. В последнее время, особенно перед своей кончиной, Он целыми днями молился. Он всех за все благодарил, И он всем кланялся. Вспоминается один случай. Однажды Славочка стоял перед иконой Господа нашего Иисуса Христа и молился. Я не знаю, о чем он просил Господа. Помню только то, что у него горела свечечка. И вдруг она вспыхнула ярким пламенем и погасла. Славочка вздрогнул и как-то удивленно на меня посмотрел. Он расстроился. Я видела, что у него слезы на глазах выступили. Потом он снова повернулся к иконе, И вместо того, чтобы просто с того зажечь свечу, Он начал слезно просить Господа, Чтобы свеча загорелась. Прошло совсем немного времени, И свеча снова вспыхнула большим ярким пламенем. И загорелась, чему я очень удивилась. Помню также еще один интересный случай, Который произошел с нашей соседкой, тетей Шурой. В то время у нас еще не было молитвослова, Потому что негде было его достать. И тетя Шура дала Славочке от руки переписанную молитву Святому архистратегу Михаилу. Когда Слава эту молитву прочитал, То он сказал, Тетя Шура, вот эта строчка неправильная в молитве. А тетя Шура ему говорит, Славочка, у меня бабушка читала эту молитву, У меня мама молилась так, И я сколько лет молюсь так. Это правильная молитва. А он опять говорит, Нет, неправильная строчка в молитве. Тетя Шура, вот здесь так нельзя молиться. И когда вскоре в продаже появились молитвословы, И мы увидели эту молитву, То оказалось, что действительно у тети Шуры Эта строчка в молитве была неправильной. Что-то языческое в ней было. Вот так Славочка мог знать, Где правильно, а где неправильно. Славочка сказал, Что все, что в Библии написано, Все правда. И что она дошла до наших дней Абсолютно правильной книгой. В связи с этими словами отроком Не хочется рассказать о том, Что у нас была одна православная девочка. Эту девочку звали Жанна. У нее был период жизни, Когда ей было очень плохо, И она пришла в церковь. А ее там оскорбили и сказали, Вот, дескать, бесноватые тут всякие ходят, Чуть ли не в обморок падают. И она со слезами на глазах Вышла из храма и попала под машину. Когда она отлежалась в больнице И вышла, то сказала, Я больше в церковь никогда не пойду. Потом она поступила в Челябинский медицинский И попала в секту свидетелей Иеговы, Потому что без Бога она тоже жить не могла. И она стала разносить их журналы. Я сейчас уже не помню, Как она к нам попала. Но эта маленькая худенькая женщина-врач Пришла к Славочке. И Славочка меня попросил за нее. Мамочка, ну пусть Жанна заходит. Я говорю, Но она же ушла из православия. А он снова меня попросил. Мамочка, пусть Жанна заходит. Я тогда сказала, Хорошо, Славочка, Если ты настаиваешь, Пусть Жанна заходит. И Жанна стала к нему приходить. Она очень любила Славочку. Жанна приносила нам сторожевую башню И другие красочные журналы Из своей секты. Слава на эти журналы Внимания не обращал. И она их оставляла в коридоре. А я их потом выносила из квартиры. Но Жанна продолжала ходить. И я помню, Такой ее разговор со Славочкой. Слава уже в то время сильно болел. И Жанна в очередной раз, Придя к нему, говорит, Вот мы Библию изучаем. И так далее. А он мельком на нее посмотрел, Строго так, и говорит, Да вам жизни не хватит, Чтобы ее прочитать, Не то что изучать. Она говорит, Ну как же, Ведь мы же ее изучаем. А Славочка сказал, Библия вся находится В Ватиканской библиотеке. Она строго контролируется. И доступа к ней нет. Это слова Отрока. И еще он сказал о том, Что Библия – Это очень много больших И толстых книг. Отрок сказал, Что их около 70. А к ним еще масса Больших и толстых книг С пояснениями. И поэтому человеку Не хватит жизни, Чтобы прочитать Библию, Не то, чтобы ее изучать. Вот так ей ответил Славочка. И Жанна после этого Уже больше никогда Не приносила Ни одного своего журнала. А потом Она вместе со своей мамой Пришла уже на похороны К Славочке. Надо сказать, Что наши православные Ее встретили жестоко, Как чужую. И она вся, Сжавшись, Забившись в угол Вместе со своей мамой На кухне мыла посуду. Она перемыла Горы посуды На поминках Славочки. Что ей только там Не говорили. А она свой платочек На глаза опустила, Ни на кого не смотрела И мыла, мыла, Мыла посуду. Потом она ко мне Подошла и сказала, Я так люблю Вашего сына. Вот такая у нас Была Жанна. Славочка всем говорил, Что особенно сейчас, Перед кончиной мира, Нужно всем Очень много молиться. Он людям советовал И просил их Как можно чаще Причащаться. Исповедь Обязательно. Причастие Как можно чаще. Мне Славочка говорил, Чтобы я причащалась Каждую неделю. И с ним я причащалась Каждую неделю. Сейчас у меня уже Не получается так часто Причащаться. И я стараюсь Причаститься Хотя бы раз в месяц. Еще Славочка просил, Чтобы люди молились Как можно больше. И дома, чтобы Тоже молились. И еще Славочка говорил, Чтобы постовали По разуму. Он просто просил людей, Чтобы они это делали. И когда люди Это выполняли, Ходили в храм И потом приходили После причастия, Он так радовался. Он их всех поздравлял, Всем кланялся. Он действительно был Просто счастлив, Что люди все это выполняют, Что люди его слушают И ходят в храм. Он всех просил, Ходите в храм, Ходите к Богу. Славочка говорил, Что если люди Не будут сейчас Исповедоваться, Причащаться, То они начнут Массово глупеть. И без причастия Никто не выживет. И о посте Он говорил, Что нужно постовать По разуму. Это его слова. Он вообще интересно, Странно говорил. У него очень часто Такие необычные слова Были, например, Сицевая Или синевая. На первых порах Я даже пыталась Делать ему замечание. Славочка, Да что же это У тебя окончание слов Какие-то странные. Ты почему Так разговариваешь? Говори нормально. А он всегда Толко улыбался И ничего не отвечал. А потом, Спустя год, Когда славы Уже не стало, Я начала читать Старинные книги. И я эти Старославянские Окончания слов Увидела. И вспомнила, Что Славочка Так разговаривал. Это была Его повседневная речь. Бывало, У меня люди спрашивают, Что значит Постывать по разуму? И как понимать Эти слова отрока? На это я отвечу так. Славочка сам Постывал, Как положено. Но людям, Особенно больным, Он говорил, Что нужно Постывать по разуму. Что не надо От недоедания Павдать в обмороке В церкви. И не надо Устраивать голод Из поста. Вы, говорит, Лучше поешьте. Когда Славочке Кто-нибудь говорил, Вот я, дескать, От голода Упала в обморок. Он говорил, А зачем? Вы лучше поешьте. Он не имел в виду Мясо Или что-то Скоромное. Но рыбку Он больным Советовал кушать. Вы, говорит, Съешьте. Ведь вы больные. Вам плохо. У вас диабет. Ну, съешьте вы Кусок рыбы. Отварите ее И бульончиком запейте. Вот такие рекомендации У Славочки были. Я помню, Он всегда удивлялся. Мамочка, А зачем они В обморок падают? И поэтому Слава всегда Всем говорил. Постуйте По разуму. При жизни Славочке Еще трудно было Достать Духовную литературу. И когда Бабушка Славочкина Достала Библейскую энциклопедию, Он так радовался. А ведь тогда Был еще Маленьким ребенком. И эту Мелким шрифтом Напечатанную Библейскую энциклопедию, Он постоянно читал. Славочка Прочитал ее Почти всю. Не дочитал Совсем немножко. У него Закладочка Осталась На странице 766, Где написано Прощальная беседа Иисуса Христа С учениками. То есть Непрочитанными Остались Самые последние Главы Этой большой книги. С этой 766 Страницы Когда он Заболел Он уже Не мог Больше читать. Библейская Энциклопедия Была его Любимой Настольной Книгой. Потом Мы купили Еще Большой Энциклопедический Словарь. Это тоже Была его Любимая Книга. Она Вся-вся Была В закладочках. Эти закладочки До сих пор Сохранились. Можно Сейчас Даже Открыть Любую Закладочку. Вот Например, Закладка На статье Финикийское Письмо. Славочка Очень Интересовался Всем Этим. Дальше У него Идет Закладка Кипрское Письмо. Затем Аравийское Письмо. Готическое Греческое Армянское Письмо. И так Далее. И все Это он Внимательно Изучал. А потом Я как-то Случайно В комнату К нему Захожу. А он Сидит В своем Халатике Над словарем И разговаривает На каком-то Непонятном Языке. И так Весело Беседует. Я Постояла Тихонечко Послушала И говорю Славочка А на каком Языке Ты разговариваешь? А он Так радостно Мне и говорит Мамочка На котором Господь Иисус Христос Разговаривал. Я говорю А где Этот язык? На нем Еще Кто-то Сейчас Разговаривает? Он Говорит Еще Разговаривают Но он Уже Не такой Я Его Тогда Спросила А ты Что Можешь Говорить На всех Этих Языках? А он Сказал Да Мамочка Я могу Говорить И на Неземном Языке Дальше Дальше Мамочка Все-таки Попытался Попытался Произошел Такой Ребятишки Отпускает Ладошкой Участвуют Тетя Чувствую Что Что-то Что-то Здесь Не Так Взяла У Танечки Цветок Захожу С этим Цветком К Славочке И Говорю Славочка Ты Почему Какой-то Печальный А он На меня Так Грустно Посмотрела Говорит Мамочка Мне Цветочек Сказал Что Если бы Меня Не Срезали Я Бы Еще Пожил Я Ему Говорю Как Он Тебе Сказал Вот И Все Я Молча Пошла И Поставила Цветок Но С той Поры Я Не Очень Стараюсь Ему На Могилку Покупать Цветы Потому Что Славочка Все Жалел Каждую Травиночку Без Причин Он Не Срывал Ни Цветочка Ни Листочка Старался Не Ходить По Траве Чтобы Ее Не Помять Он Мне Дарил Цветы Но Какие Вот Например Когда В начале Лета Расцветет Много Много Желтых Одуванчиков Он Бывало Пойдет Сорвет Этот Желтенький Одуванчик Наберет К нему Всяких Тонюсеньких Палочек Всякого Ковыля А В середину Вставит Этот Дуванчик И Принесет Мне Этот Букетик И Подарит Но Я В то Время Как-то Еще Не Понимала Смысла Таких Его Подарков А Сейчас Я Все Это Вспоминаю И Уже Понимаю Такой Подарок Мне Вообще Больше Никто Никогда Не Подарит А Тогда Я Этого Не Понимала Не Могла Оценить С Одной Стороны Это Было И Красиво И В то Мы Грубые Люди И Многого Мы Не Понимаем И Не Ценим Вот Таким Был Славочка Нежным Внимательным Бывало Постельку Ему Заменишь Он Ляжет В постели Говорит Мамочка Такая Хорошая Постелька Как Она Вкусно Пахнет Спасибо Тебе Мамочка Поблагодарит Меня Богу Помолится И Уснет Приходит Старший Сын Я ему Говорю Костенька Помой Ноги Я Постельку Сменила Забирай Свою Постельку Сворачивает Эту Постельку И Все Вот Так Бывало Люди Говорят Что Все От Воспитания Зависит Вот Я Детей Воспитывала Одинаково А они Такие Разные Костя Вообще Был Славочке Полный Противовес Хулиганистый Был Такой Но Хороший Обычный Парень Так Что Видимо Не Все Зависит Не Показывал Как Нежно На Небе Танцуют И Поют Он Еще Сказал Что Небо Не Одно Что Людям В Новом Веке Не Обязательно Будет Разговаривать Так Как Общение Будет На Другом Уровне Что У Ангелов На Земле Скоро Будет Очень Много Работы Эти Слова Отрока Были Связаны Со Смертью Людей От Болезней И Голода Перед Кончиной Мира Об Этом Речь Пойдет Во Второй Части Книги Славочка Сказал Что На Небе Есть Праздники Которые Люди Забыли На Земле Или Просто Не Знают И Он Мне Рассказывал Об Этих Праздниках Я Сейчас Просто Плохо Помню Что Он Говорил Но На Небе Есть Такие Праздники Славочкина Учительница Мадина Хакимовна В крещении Анастасия Которой Славочка Очень Помог Рассказала Мне Такой Интересный Случай Как-то Слава Был У нее В гостях Он Очень Дружил С ее Сыном Марселем В крещении Сергии И Пока Они Играли Она Приготовила К обеду Ленивые Голубцы С мясом Сели Кушать И Славочка Ее Спрашивает Тетя Мадина А Здесь Есть Мясное Она Говорит Да Славочка Есть А он И Говорит Ах Мне Сегодня Нельзя Сегодня На небесах Такой Праздник Что Мне Мясо Нельзя Она Подумала Чем же Угостить Его А он Посидел Немного И Вдруг Говорит Так Радостно А Мне Разрешили И Он Немножко Поел Этих Ленивых Голубцов Вместе С Марселем Я Помню Как Славочка Мне Сказал Мамочка Получается Так Что Благодаря Их Страданиям И Мучениям Мы Все Еще Живем Я Так Поняла Отрока Еще Славочка Сказал Что Есть Люди Замаскировавшиеся Под Святых Их Все Считают Как бы Святыми Но Они Колдуны Но Бывает И Наоборот В Истории Человечества Уже Были Случаи Когда Святых Людей При Жизни Считали Колдунами И До Сих Пор Так Считают А Есть Говорил Славочка Просто Хорошие Люди Они Обыкновенные Они Живут В Мире И Они Даже Не Подразвивают Что Они Как Святые Они Живут Простой Благочестивой Жизнью Для них Честность Это Норма И Славочка Сказал Что Они Как Святые Они Говорил Славочка Даже Об Этем Не Догадываются Они Даже Не Думают Что Они Как Святые И Еще Славочка Сказал Что Вся Земляная Наука Она В Принципе Ложная И Что Один Святой Ценится Дороже Всей Земной Науки И Всех Священников Вместе Взятых Первое Время Я Даже Боялась Это Отзвучить И Поэтому Говорила Не Всех Священников А Очень Многих Священников Помню Я Спросила Славочку Про Вангу Славочка Вот Эта Болгарская Прорицательница Откуда Она Столько Всего Знает Что За Дар У Нее А Слава На Меня Посмотрела Говорит Мамочка И Божий Дар Можно Извратить Получается Так Что Ей Был Сначала Дан Божий Дар А Потом Она Продалась Бесам И Стала Им Служить А Над Лонго Славочка Просто Смеялся Он Говорил С Цепями Ходит От Бога Защищается В То Время Лонго Часто Показывался На Публике Обвешанный Цепями На Вопрос Для Чего Ему Это Надо Он Говорил Что Защищается От Злых Духов А Гонят Бога И Что Наоборот Злые Духи Сидят В Нем А Цепями Он От Добрых Духов Защищается В То Время В конце Восьмидесятых И Начале Девяностых Годов Всех Колдунов Стали Вытаскивать На Телевидение Помню Сколько Ходило Разговоров Когда Кашпировский Стал По Телевидению И Радио На Всю Страну Проводить Свои Смотреть Это Нельзя Слушать Слава Сказал Что Смотреть На Выступление Кашпировского И Прочих Колдунов Категорически Нельзя Категорически Это Его Слово Потому Что С Экрана Телевизора Идет Реальное Влияние Злых Духов На Тех Кто Смотрит И Слушает Это И Про Телевизор Славочка Сказал Что Его Тоже Смотреть Нежелательно Потому Что Эти Люди Колдуны Через Телевизор Могут Запросто Действовать На Человека А Мы Примерно За год До Кончины Славочки Все Таки Купили Цветной Телевизор Тогда Еще Советский Ламповый Несмотря На То Что Слава Не Совсем Доброжелательно К нему Относился Надо Признаться Что Мы Тогда Не Очень То Серьезно Воспринимали Многие Его Слова И Теперь Приходится Сожалеть Об этом Славочка Сказал Что Людям Нельзя Собирать И Держать У себя В Доме Всякие Маски Нельзя Держать Черепа Нельзя Дома Держать Фантастическую Литературу И Все С Этим Связанное Потому Что В них Поселяются И Живут Злые Духи Славочка Говорил Что Нельзя В доме Держать Собак Собака Тоже Этому Подвержена Насколько Я Помню Славочка Сказал Что В Собаку Легко Могут Заходить Злые Духи И Такое Случается Часто И Поэтому Собака Должна Жить Во Дворе Славочка Так И Сказал Что В Фантастическую Литературу В Эти Всякие Маски И Чучела Которые Вешают На Стены Особенно В Челепа В них Поселяются Злые Духи И Они Там Живут И Наоборот Ликов Святых Злые Духи Не Выдерживают Когда В Доме Есть Святая Библия И Православные Книги Когда В Доме Пахнет Ладаном И Горят Церковные Свечи Когда В Доме Читается Молитва Вот Тогда Эти Злые Духи Не Выдерживают Присутствие Святыни Им Это Не Нравится Они Начинают Метаться И И И Исчезают Особенно Боятся Злые Духи Воскресной Молитвы Да Воскреснет Бог И Расточатся В Рази Его Смотри Православный Молитвослов Молитвы На Сон Грядущем Расскажу Один Эпизод Который Происходил На Наших Глазах Когда Мы С С Славочкой Лежали В Челябинской Областной Онкологической Больнице Возле Больничного Подъезда Там Стояло Большое Деревянное Чучело Медведя Я Особого Внимания На него Не Обратила Чучело Как Чучело Обыкновенный Вырезанный Из Дерева Медведь Но Потом Я Услышала От Женщин В Палате Что Когда Они По Вечерам Гуляют Со Своими Ребятишками То Я Не Придала Этому Никакого Значения И Подумала Что Это Просто Игра И Забава Тяжело Больных Ребятишек Во Что Еще Может Поиграть Ребенок В Больнице Но Оказалось Все Это Непросто От Одной Женщины Я Узнала Что Оказывается Матери Специально Водят Своих Детей Разговаривать С Медведем Потому Что Этот Медведь Еще И Отвечает На Их Вопросы То Есть Матери Этих Лебятишек Туда Приводят Дети Разговаривают С этим Чучелом И Слышат От Него Голоса Которые Отвечают На Их Вопросы Вот Это Было Для Меня Удивительно А Славочка Мне Сказал Чтобы Я Долго Не Задерживалась Возле Памятников Потому Что В них Вселяются И Живут Злые Духи Поэтому Слава Как-то Не Особо Интересовался Памятниками И Мне Советовал Держаться От Них Подальше В Частности Я Помню Как Славочка Говорил Мне Про Мемориал С Вечным Огнем Точно Я Его Слава К сожалению Не Вспомню Но По Смыслу Я Поняла Что Все Это Богопротивно Помню Как Однажды Меня Позвала Соседка И Говорит Валентина Афанасьевна Посмотрите Что Делается С Луной Я Выхожу На Улицу И Вижу Что Люди Собрались И На Луну Смотрят А Луна Стала Чем-то Похожей На Кольцо Или Женское Украшение Где Внутри Поставлен Камень А Вокруг Золото С Луной Действительно Произошло Что-то Необъяснимое Она Внутри Стала Как Камень Воправе И Начала Всеми Цветами Переливаться Изнутри Она Вся Сверкала И Переливалась А вокруг Нее Мрачные Облака Собрались Это Было Конечно Зрелище Завораживающее И ужасное И в то же Время Оно Было Красивое И После Того Как Все Посмотрели И Когда Я Уже Зашла Домой Славочка Так Немножечко Недоброжелательно Мне Сказал Мамочка Никогда Не ходи И не Смотри На Луну Что Бы Там Не Происходило И Он Мне Объяснил Что На Луне Очень Много Бесов А Люди Их Считают Инопланетянами Но На самом Деле Это Бесы И На Луне Этих Бесов Очень Много И Они Сейчас Могут Показывать На Луне Все Что Им Заблагорассудится Славочка Сказал Что Они На Солнце Могут Показывать Вся Славочка Про Все Природные Явления Говорил Очень Много И Подробно Он Очень Любил Об Этому Рассказывать И О Молнии И О Радуге И О Вулканах И О Всех Слоях Земли И Неба И О Всяких Метеоритах Я Помню Что Он Много Об Этому Рассказывал Ему Все Это Было Крайне Интересно И Он Рассказывал Об Помню И Вспомнить Не Могу Но Славочка Любил Об Этому Говорить Потому Что Он Очень Переживал За То Что Люди Так Жестоко Обращаются С Землей Которую Нам Дал Господь Чтобы Мы Ее Берегли Славочка В Буквальном Смысле Страдал И Держался Своей Маленькой Ручкой За Сердце Когда Видел Как Люди По Варварски Жестоко Относятся И Сверкали Звезды И Помню Как Славочка Сидел Еще Такой Маленький Какой-то Одинокий И С Тоской С Такой Тоской Он Смотрел На Млечный Путь Он Больше Никогда И Никуда Не Смотрел Ни На Какие Остальные Звезды Он Не Обращал Внимания